Царь Небесный, Царь Небесный, Утешитель Дух истины, Ты везде есть, весь мир наполняешь, Сокровищница благ, И жизнеподатель принеслись в нас, И очисти нас от всякой скверны, И спаси благой души наши. Господь и Бог наш, просим Тебя благословить наши занятия, Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Привудь с нами и в этот вечер. Тебе же слава посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Мир всем. Тебя благословили с Великим. Тебя благословили с Великим. сегодня 3 января 2020 год послание к римлянам святого апостола павла глава 14 стих 2 ибо иной уверен что можно есть все немощные есть овощи толкование делает у нас есть текст должна быть у всех есть у вас нету перегнать их посмотрите там воскать нам закрыли может что-то скачиваете вы не римлянам 14 2 ибо иной уверен что можно есть все они мощные есть овощи толкование делает сравнение между совершенным и несовершенным и говорит что совершенные дерзая поверьем безразлично питается всем они совершенные как немощные ест овощи поэтому последний заслуживает врачевания а не поражение второй стих это 3 наверно печатка ибо иной уверен что можно есть все они мощные есть овощи толкования те которые ели все как совершенные уничижали не идущих как маловерных и привязанных еще к иудейству с другой стороны не идущие осуждали тех которые ели все как невоздержанных так как между этими многие были из язычников то говорит бог принял его то есть явил к нему свою неизреченную благодать что же ты споришь с ним о законе когда христос оправдал его 4 стих кто ты осуждающий чужого раба пред своим господом стоит он или падает и будет восставлен ибо силен бог восставить его это говорит к совершенному к тому кто ест все и мясо и овощи отклоняяя его как от уничижения так и от осуждения ибо совершенные дела то и другое и уничижали и осуждали несовершенных впрочем скрытным образом обличение падает здесь и на несовершенных это те которые мясо не ели не потому говорит запрещаю тебе судить что поведение другого не заслуживает суда но потому что он раб чужой то есть не твой но божий ибо хотя он и немощен однако не перестал быть рабом почему и не должно отчаиваться относительно его ободряя же немощного не сказал падает но стоит или падает то или другое случится с ним господу принадлежит право судить и о потере падающего и о прибытке стоящего словом будет восставлен показывает что он так колеблется и до того дошел что один бог может восставить его это говорим о людях весьма безнадежных вопросы здесь не совсем понятно вроде вот как то есть как бы толкователь говорит что тот который держится иудейского закона прям он безнадежен и вроде как бы осуждает его на дальше то он говорит что не суди ну и не не ест он мясо и не ест это его право но немощного так вот он решил ничего от этого здесь толкователь что слово будет восставлен то есть этот немощный ну что значит будет восставлен наверно станет совершенным наверно имеется ввиду и станет есть и мясо и овощи или другое имеется ввиду просто как бы что он отвратится от иудейского закона в чем-то другом не обязательно в этом в еде потому что здесь он прям как-то вот немножко меня смущает что вот он весьма безнадежный почему все он безнадежно просто такая вот можно пояснить вот в наше время наоборот считается что уже не идущие более ну грубо говоря поля совершенны то есть если человек может отказаться допустим от мяса в то время считалось наоборот и чем это связано скажите просто это связано с тем что по закону иудейскому свинина ну и мясо там у которого раздвоенные копыта запрещалось употребляться богом в пищу когда пришел новый завет вот и христос сказал что бог очистил того не почитай нечистым вот и в новом завете христианину разрешается вкушать и свинину и с раздвоенными копытами и даже там ну все что было запрещено в ветхом завете поэтому тот который в то время человек держался иудейского закона и не слушал закона христова он считался немощным то есть он но сегодня старел брятся они немощные то есть у них сусликов я знаю там они моргуют там кроликов раз раздвоенные копыта у них не употребляется это в пищу осуждать их за это нисколько не стоит они свою очередь конечно осуждали вот этих совершенных в невоздержанности вот не могут воздержаться там от свинины или что-то там у них такая распорядка и павел их примеряет сегодня конечно да тот который отказался от мяса свинину считается более таким совершенным что ли в то время считалось из-за употребления в пищу одни животных можно было употреблять а других нельзя потому что здесь сейчас ради благочестия тогда это именно из-за неверия в христа то есть из-за слабой веры во христа то есть они не могли отказаться от отойти уже от закона мы сегодня православные от мирского закона не могут отойти обязательно надо праздновать новый год примеру не могут отдать и друзья немощный верь понятно дальше читаем римлянам 14 5 иной отличает день от дня а другой судит о всяком дне равном всякий поступай по удостоверению своего ума толкование одни изнуряли себя не едением или воздерживались от свиного мяса в известные дни а другие другие всегда принимали пищу и осуждали постившихся об этом говорит что об этих говорит что один судит а другой иначе тогда как дело здесь безразличное поэтому не должно нападать на братья из-за этого в этом снисходит укоряемым потому что они были еще на вы в вере когда речь идет о догматах мы не должны поступать по удостоверению собственного ума мы должны твердо содержать то что получили хотя бы ангел с неба стал благовествовать на мноя а здесь речь идет о яствах и постах и тому подобное и притыкающиеся об это еще на вы в вере и нуждаются в снисхождении а потому надлежало сделать им некоторое послабление относительно жизни устроенной по всей точности но здесь надо конечно различия делать между тогдашними постами то есть они то и сегодняшними то есть их не нужно отразделять те постились ну тут так толковательно объясняет что они воздерживались от мяса потому что не верили во христа что он разрешает теперь вкушать ранее запрещенные виды мяса они не верили не могли в это поверить когда помните видение на полотне с неба животные спускались по столу он говорит я с детства не ел ничего нечистого то есть были животные чистые и нечистые нечистое животное если ты вкушаешь это грех тогда был и он говорит я никогда не ел ничего нечистого а Господь ему говорит заколи и ешь он опять говорит заколи и ешь то есть это было прообразом того что и языческий народ тоже Богом будет принят в церковь свою Слав добавишь вот этого W8V3 а у меня где то есть что ли а это мне сообщение пришло угу и так я думаю вот и и и Вопросов по прочитанному нет пока. Так, вопросов нет, да? Идем дальше, значит. 6 стих. Кто, говорит, различает дни, для Господа различает, как благоговейный, и кто не различает дней, для Господа не различает, как совершенный, уже во Христе, и возвысившийся над законными наблюдениями. Об одном только говорит, спрашиваем, для Христа ли делают это, и благодарят ли Бога едущие и не едущие, ибо совершаемое так не подлежит обвинению и оклеветанию. Говорит это, как я сказал, потому что римляне еще на вы были в вере, но скрытным образом наносит удар и придерживающимся иудейства. Как благодарить тому, кто придерживается еще закона? Следовательно, благодарить только тот, кто ест. Вопросы? Римлянам 14 глава 7-8 стих. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, а живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И потому живем ли или умираем всегда Господни? Толкование. Мы имеем, говорит Господа, который печется о нас, и который почитает жизнь нашу приобретением, а смерть нашу потерей. Ибо мы живем или умираем не для себя только самих, но и для Господа. Жизнью называют здесь жизнь по вере, а смертью – отпадение от веры. Посему Господь отнюдь не попустит, чтобы мы умерли по вере. Окажущиеся немощными, отпали от нее. От смерти по вере переходит к смерти естественной. Ибо об этой рассуждает теперь. Живем ли, говорит, естественной жизнью мы Господни? Умираем ли мы естественной смертью? Господу же принадлежим. Вопросы. Римлянам 4.9. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Толкование. И это говорит, пусть уверит тебя, что Господь печется об исправлении немощных. Ибо кто пролил кровь и умер, чтобы быть Господом нашим, тот может ли не заботиться о тех, которые сделали с его рабами? Это похоже на то, как обыкновенно говорим. Возможно ли кто-нибудь, возможно ли, чтобы кто-нибудь не заботился о рабе своем, за которого заплатил так дорого? И если говорит заботиться об умерших, то тем паче о живых. Все это говорится с целью пристыдить иудействующего христианина и убедить его обсудить, как неблагодарно поступает он в отношении к умершему за него Христу, продолжая держаться закона. Римлянам 4.10 А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Толкование. Ты, не идущий, что осуждаешь брата своего, ядущего, как невоздержанного за то, что он ест? Он брат. Ты не должен уничижать собственный свой член. Разве ты даешь за него ответ? Он сам предстанет на суд и сам понесет наказание. Видишь ли, как обращая речь к совершенному, наводит страх на самого иудействующего, как имеющего дать отчет на страшном суде? Вопросы? Сергей, не хватает исторической справки. Сутки были римляне. Убивали тогда христиан, когда послание написано или нет. Было много иудействующих или мало? То есть он к ним пишет. Может быть это в начале было, я просто пропустил. А если кто-то может кратенько сказать? И как мы, например, относимся к этим римлянам? Мы такие же сейчас римляне или у нас обстановка другая? Пожалуйста, братья, отвечайте. Кто знает ответ на сей вопрос? В первой части что-то плохо было слышно. Повторите вопрос. На момент написания послания, кто были римляне? Много ли там было иудействующих? Много ли было христиан? Убивали ли христиан? Ну, на вторую часть только можно ответить. Ну, тут кто-то, может, знает. А вот на ту часть, что отличаемся мы от римлян, мне кажется, вообще ничем не отличаемся. Такой же римлянский мир у нас сейчас точно такой же. Вот если по всем взять, то тоже так же блуд преобладает, точно так же эти всякие, как называют, увеселения, там театры и прочее, все то же самое. Чревоугодие. Можно, Сережа, сказать? Можно, конечно. Мир всем. Значит так, ну, отличие в том, что... Брат Вячеслав сказал, конечно, никакого нету, может быть, даже хуже. Но отличие очень большое в вере в Бога. Они были настоящие верующие люди в Богов. То есть, если сейчас у нас мы говорим неоязычество, то есть о новом каком-то языческом культе, это культ самого человека и всех излишков, которые вокруг него, то там были настоящие боги, которым люди ходили, поклонялись и исполняли их заповеди. В этом было, конечно, апостолам намного легче беседовать с этими людьми, говоря им о Боге. Они легче воспринимали это. Именно серьезно воспринимали. Не как сейчас отмахиваются и говорят, да чего там какой-то Бог. То есть, надо еще доказать, что Бог есть. А им не надо было доказывать, что Бог есть. Они, римляне, и так знали, что есть и не один Бог, а у них было 500 там с чем-то богов. Чуть ли не почти 600. А они сказали, давайте поставим Христа, статую сделаем и будем поклоняться, как одному из богов. Поэтому в этом плане, конечно, было... Сколько было иудействующих? Иудеев было на тот момент довольно-таки много. Ну, какие там цифры, не могу сказать. Ну, тысячи были в Риме. Рим все-таки столичный город. Во-первых, туда были отправлены иудеи, которые там участвовали в всяких восстаниях. Вот столик там были торговцы, их дети и так далее. Возьмем апостола Павла. Он в Антиохии был. Это римский город. Отец у него уже был римлянином. Поэтому он родился римлянином. У него уже было римское гражданство. О чем он говорит в Деяниях Святых Апостолов, когда его взяли и били. И он сказал... Ну, там дальше все знают, кто читал Деяния Святых Апостолов. И он говорит, я римский гражданин, и вы меня оскорбили. Это публично, а теперь тайно хотите отпустить. Вот это говорится о том, что... И он был фарисей, то есть отец его тоже был фарисей. Это очень важно для этого понимания, для рассмотрения этого вопроса. Ну и мы потом пойдем дальше. Совсем по немногому прохождению времени. Гонение будет на христиан и на иудеев именно. Это 64-й год при правлении Нерона. Когда там потом будет рим сожжен, его там обвинили христиан. А под христиан там и до этого уже иудеев не принимали. Там говорили, что поклоняются они там ослиной голове. Это про иудеев. А про христиан, что они младенцев приезжают, едят, кровь их пьют. И так далее. Ну, все это издержки нашей с вами веры, которую надо знать досконально, а не слухами пол наполняться. Ну, поэтому, что еще? Убивали или нет? Ну, конечно, убивали. Не просто убивали, их распинали потом. Но и до этого тоже не очень щадили. То есть их... Было там какое-то даже постановление еще гнать иудеев до того, как даже появились христиане. Потому что их вера была не такая. Они же тоже не принимали этих богов. А поклонялись только Егой. Так, ну, еще не знаю, что сказать. Ну, все. Попутно, брат, еще, если знаешь, расскажи о римском праве. Да, еще римское право. Вот то, что брат сказал здесь, что там у них там блуд был и так далее. Да, они там уже и мужеводство. Об этом апостол Павел говорит. Но римские императоры иногда делали такие законы высоконравственные. Этими законами запрещалось, запрещались некоторые там союзы, допустим, там близкие союзы родных там. Потом дальше запрещалось изменять жене. Прямо законам запрещалось это все. Женам, мужьям и так далее. То есть у них это как-то вот приравнивалось. Что муж не должен изменять, что жена. Да, они к женщинам относились очень серьезно. Не так, как, допустим, у иудеев было, или сейчас у мусульман. Поэтому эти законы принимались очень тщательно у них. И сейчас римское право до сих пор действует. Его сейчас юриспруденцию изучают именно на основе римского права в основном. Ну и, как мы знаем, что удерживающее, это как раз римское право. То есть вот эта законность, которая поддерживается Духом Святым в людях. Пока существует это римское право, поддержанное Духом Святым, будет существовать этот мир. Как только это отойдет, наступит этот хаос антихриста. Ну и все начнется, как в Кампучи, или как при коммунистах у нас здесь, в России. Да и не только в России, во всем мире. То есть Дух Святой сойдет, законы всякие напринимают антихриста. Я тебе опять подпишу. Я тебе говорю, как было, а не как будет. И как будет именно, да, так, как при коммунистах, как в Кампучи, как в Северной Корее. То есть людей не будут считать за людей, будут в концлагерах и так далее. В Америке сейчас, в Европе, этого, Сережа, нету, поверь мне. Там этого нету. И никогда не было. У них церкви стоят тысячелетия на своих местах. Их никто не ломает. Люди туда входят. Ну, будут ломать, я говорю, не сейчас. Ну, это все будет. Я это и сказал. Что ты? Ты опять как-то передернул так. Нет. Я тебе говорю примеры, которые были, которые антихрист уже откатал на людях, что людей можно до этого свести. Это, во-первых, Франция, революция французская. Потом русская революция страшная. После нее Кампучия, Северная Корея и Кампучия. Вот эти страшные просто... Ну, их кое-где в Африке, там еще недолго были. Это страшные режимы коммунистические. Все коммунистические, как одно. Брат Игорь, а можешь рассказать еще про англо-саксонское право? Или есть, ну, как бы, что-то отличие есть какое-то? Ну, какое может быть отличие, когда англичане все переняли у римлян? То, что они их там прогнали в свое время, это... Ну, что значит, если они там правили 4 века с лишним римляне? Они уже стали римлянами, англичане. И чем оно отличается там? То, что там король сам папа у них, сам главный, кинтерберийский этот, как он считается, епископ, глава церкви, там чем оно отличается? Я даже не могу тебе сказать. Ничем не отличается, я думаю. Ну, какие-то законы, они в разных странах, везде есть другие. Я говорю тебе про основное право, которое взято у римлян, также и англичанами тоже, и русскими, и шведами, и всеми, короче говоря. Ну, кроме, может быть, там где-то африканских государств, которые еще там, папуасы эти, племена еще, язычество сплошное. Хотя, в общем-то, много там и христианства уже. Ну, не православного, естественно. Ну, если ты что-то больше знаешь, ну, расскажи, какое отличие, я не знаю, но оно стоит там, кто-то его усиливает? Да нет, я просто знаю, что слово такое. Да, это чисто патриотическое, так как они завоеватели мира, они себе придумали, да и все. Ну, что может быть выше римского? Да ничего, римляне. Римляне усовершенствовали греческое, выше греческого ничего не было. То культура возьми, что суды и так далее. Ну, возьми сейчас, что мусульман, руки там рубят и так далее. А здесь пришли более к гуманному, тюрьмы хоть начали строить. У них ничего этого не было. Тюрьма была только как пересылочной базой куда-нибудь на казнь какую-нибудь и все. А здесь тюрьма как и правление. Это все римляне придумали. И говорю, что римское право, оно совершенное. Оно и не может быть им. Но оно держит людей в повиновении государству. По-другому никак. Потому что те, кто не веруют в Господа, их надо держать в этом повиновении. Ну, нас зачем держать? Меня чего держать? Я ничего не делаю. Не ворую, ничего. Не участвую нигде. Даже придут, меня арестуют. За что? Спрашиваются. Найдут за что? Благодарю, Игорь, за ответ. А еще правильно понимаю, что поклание все-таки во времена Леона написано, как предположительно. 58-мой, или какой-то такой Леон. Продолжаем. Римлянам 14, глава 11-12 стихи. Ибо написано, «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу». Толкование. Что мы будем судимы, как рабы господинам, об этом говорит, свидетельствует пророк. Будет исповедовать, то есть даст отчет в сделанном им, кому? Не закону, но Христу. Итак, зачем же ты подчиняешься закону? Вот такой вот вопрос Павел задает, что если... Здесь он не конкретно говорит, что даст отчет Христу, но контекст такой, что ему нужно было вот этих римлян иудействующих отвратить от закона и подчинить Христу. И он говорит им, что ну, что ты судишь от этого немощного? Он будет пред Христом отвечать. А раз будет он пред Христом отвечать, то зачем тогда ты подчиняешься закону? И вот он укоряет вот этого не идущего мяса. Можно я немножко тут прокомментирую? Да, конечно. Дело все в том, что мы очень отдаленно напоминаем тех верующих, какие вообще верующие были, когда гонения были и так далее. Дело все значит так обстоит, что иудеи, если не соблюдали закон или хотя бы не делали попыток соблюдать закон, они должны были подвергнуться сразу наказанию смерти. Ну, почти всегда. Поэтому соблюдение закона, хотя бы видимости закона в некоторых местах, а некоторые, конечно, в основном соблюдение было полное, там субботу, там не пройти и так далее, не собирать, там ничего не работать. Они даже до того доходили в книгах макарейских, что они даже не сражались за свою жизнь в субботу. Потом уже общим постановлением приняли решение сражаться макареи. И начали сражаться, а до этого, пока не сражались, там тысячу их убили. Вместе с детьми, с женщинами убивали язычники. Поэтому исполнение закона, это у них уже было в крови. Это уже тысячелетия они исполняли, поэтому это в них оставалось. И для этого нужно было переломить это и показать, кто важнее, чем закон, кто выше, чем закон. Христос. Ну вот как вот, допустим, вопрос задавала евреянка Игнатию Тихоновичу, когда сказала, а если бы вы в то время были, пришел бы Христос, вы бы его приняли в дом? Ну конечно приняли. А как бы его приняли? Как Бога? Ну Игнатий Игнатий подумал, и как здравомыслящий логический человек и верующий сказал, да, если бы я исполнял законы иудейские, то я бы не смог его как Бога принять. Как бы я на это пошел, когда не было таких прецедентов и конкретных пророчеств таких, чтобы прямо указало на то, что Бог придет к тебе, тоже нету. Хотя они есть, но прикровенные. И поэтому апостолу Павлу приходится так много и долго уговаривать их и показывать на Христа все время указывать. Хотя по идее они христиане иудействующие. Они сами должны знать, кто такой Христос. Но вот это вот внутри исполнение обязанности исполнять закон, дисциплина вот эта, как у японцев. Ее можно было переломить только постоянными сведениями о Христе. Проповедями. Римлянам 14 глава 11-12 стих. Ибо написано «Живу я», говорит Господь, «Предо мною преклонится всякое колено и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Так, это я прочитал, да. Римлянам 14-13. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Толкование. «Оба, говорит, оставьте существующую между вами распорю. И не ты, едущий все, не подавай несовершенному случая к преткновению, как сильно укоряющий его, не ты, не едущий всего, не подавай брату случая к соблазну, как наблюдающий иудейское. Преткновение и соблазн взаимно приличны тому и другому лицу». Римлянам 14-14. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». Толкование «Научив, что не должно укорять немощного, учит, наконец, о пище и наставляет слабейшего не бояться и не страшиться ее, как нечистой. Я знаю и уверен не по человеческим умозаключениям, но в Господе Иисусе, что есть, быв научен и удостоверен Господом Иисусом, что нет ничего в себе самом нечистого, то есть ничего нет нечистого по природе, но делается нечистым от произволения употребляющего. для него одного и скверно и нечисто, а не для всех. Вопросы? Римлянам 14.15 Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь, не губи твоею пищу того, за кого Христос умер. Толкование Здесь обращает речь к совершенному паучая, хотя бы снеди тысячекратно не были нечисты по природе, однако тебе надлежало воздерживаться от свиного мяса, чтобы не огорчился соблазняющийся брат твой, если только хочешь ты сохранить любовь. Ты говорит спором о пище губишь и развращаешь брата, который так ценен в очах Христа, что он умер за него, ибо тот, замечая, что ты ешь свиное мясо, в противность ему становится упорнее и потому опасаясь, чтобы не отпасть от Христа, всецело привязывается наконец к закону. Вопросы? А если мы на крики переведем это? Согрешаешь, брат соблазняешь? Часто там вот ты сам говоришь, сам не делаешь. На эту тему может быть какие-то преднеты как же у вас есть? Безусловно, своими грехами мы других соблазняем. Горе через кого соблазн написано. Если ты делаешь какой-то грех тайный, то ты перед Богом будешь отвечать. Сережа, я тут тоже скажу немножко. Дело все в том, что тут говорится о свином мясе. А Господь сказал, что чистое не почитайте нечистым. Все чистое. То есть есть можно и свиное мясо тоже. Но разговор идет о любви к брату просто. Иудеи никогда не ели свиного мяса. И поэтому когда рядом там язычники и вообще ни в одной язычники иудеи. Но если ты видишь, то это соблазняет его. Ну что тебе это свиное мясо замени другим мясом если любишь мясо. Ну брат то твой рядом верующий. Но это не грех. Тот грех, о котором вы сейчас говорите. Что кто-то что-то не делает, не соблюдает. Это уже грех. Ты должен подойти и выговорить брату и так далее. А здесь не об этом говорится. А здесь о совести говорится. но если он поест свяного мяса, ну просто он не показал любви к брату. Вот в чем дело. Как бы это потом дальнейшие последствия. А тут ты уже прямо о грехе говорите вы. Это немножко не то. Так сначала рассмотрите весь вопрос. Свинина греховная есть ее или нет? А потом дальше начинайте уже. Да, благодарю. свинина не греховна, но если ты ешь ее на соблазны, знаешь, что от этого брат соблазняется, тогда наверное это грех. Грех не поедания свинины, а грех то, что ты соблазняешь брата. Ведь он упорный становится, он за закон хватается, вместо того, чтобы ко Христу прилепиться. Он начинает тебе не верить. Где говорится, что грех-то? Ты прочитай грех и все это достанет на место. Что мы додумывать будем? Это не любовь, а не грех. Ну как-то так надо рассматривать, но не надо приписывать то, чего нету, а то договоримся. Игнатия Тихоновича в монастыре в зарубежной церкви проверяли Джорданвиле, съест он свинину или нет, он поел, вот вам и здрасте, и вина попил. Потому что если бы он это кулил, он бы был уже как его действующий а он поел немного, выпил чуть вина, и митрополит говорит, все, вот сейчас попил, больше никогда не пей, все, мы видим, что ты правильно относишься к этому. Ну, а про свинину ничего не сказали, ну, хлюнул немного, да и все. То есть ты не считаешь это грехом употребление. А вы сейчас начали договариваться, так мне кажется, уже к тому, что, ну, в общем, ясно. Мы говорим о соблазне. О соблазне о нем и говори правильно, о нем только и говори, о соблазне. А у каждой есть немощные, есть сильные братья и так далее. Есть, которые от свинины, видать, у вас трясет, охота ему ее. У нас он есть, которые приносили прям сало в храм. Уж я, как бы, свинину не брезговал есть, но чтобы сало принести в храм на трапезу, это ни к чему, конечно. У нас что, другой еды нету. Но потом, конечно, Игнатьев запретил все это перестали носить, даже колбасу. Сейчас уже ничего это не носится. Римлянам 14.16 Да не хулиться ваше доброе толкование. То есть, ты имеешь совершенство в вере, ибо оно назвал словом доброе. Посему не злоупотребляй совершенством своим и не подавай повода хулить его. Ибо если ты, будучи совершенным, губишь несовершенного, то подал повод хулить благо, которое имеешь. Но ты понимаешь, что и учение наше благо, и что оно не желает подвергаться хулея со стороны неверных, когда они видят расколы и соблазны касательно пищи. Вот, когда из-за пищи начинаются ссоры, распри, а вот со стороны смотрят, да что это за христиане, они из-за куска мяса готовы в горло друг другу перегрызть. И хула из-за этого. Хотя не грех свинина, ну зачем же ругаться-то из-за этого. Видишь, что брат пока не готов свинину есть, ну и съешь ее в тихушку дома-то, зачем на соблазн это есть. И сегодня же у нас сейчас пример есть, очень добрый пример в этом плане. Это отношение к мусульманству. Мы к ним стараемся относиться как к братьям. Конечно, это не удействующие христиане, но однако это люди, которые имеют такое описание, которое там что-то имеет от нашего Слова Божьего. И поэтому Игнать Тихонович свинину именно ради этого не ел. И многих этим наставил. Сейчас у нас очень многие не едят свинину. Из-за того, что приходится беседовать с мусульманами. И когда они говорят свинину, а мы свинину не едим. Причем они почему-то верят. Как ни странно. Я был у себя в Аркеле, и у нас там были мушульмане. Где-то 12 или 16 человек из Узбекистана. Они все ели свинину. Практически все. Может быть один-два не ели, но они тайно не ели ее. А другие все ели свинину, подходили к столу, брали сало и так далее. А я с ними беседовал и говорил я вот сало не ем. Потому что хочу с вами быть на одном языке разговаривать. Ну как бы я никакого уважения кем не заслужил, потому что они не знали совершенно Корана никто. Поэтому то, что не есть, они знали. Но как бы они говорили так, что нам разрешается, что мы путешествуем в больших работах, далеко от Родины и так далее. Аллах Родину остался. Здесь он не видит. Так они говорят. Римлян. Я еще от них слышал, что сейчас солнца нету, поэтому он не видит. Но это когда у них пост идет Рамазан. Тогда в это не верится даже. не у них есть такое, что можно есть, а потом не есть. Пока нитку не различаешь белую от черной. Это есть, чтобы Аллах не видел. Это я тоже слышал. Но то, что они реально в это верят, это я не верю. И в такие вещи однозначные. Это полуверные, так говорят. Так же, как у нас же есть православные. Шторка закрыла иконку и сметанки с холодильника в пост поел, чтобы Бог не видел. Ну да, это из той же оперы. А то, что Аллах не видит, Аллах всемогущий, видящий, там написано всемышний, Господь и так далее. Они об этом написаны везде. Поэтому конечно это где-то слышали звон и не знают где он. Да как и у нас совершенно верно. Это так скажем еретики мусульманские, которые вот так вот верят, что Аллах не видит. Так же как у нас еретики, которые думают, что Бог это только с иконой видит, и если ее закрыть шторкой, то он ничего не видит. Это невежество просто. И все оно и там и везде присутствует. Римлянам 14 17 Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Толкование Не этим заслуживаем мы благоволение у Бога. Если говорит ты не ешь, то неужели это ведет тебя в Царство, укоряя за то, что почитает это важным, упомянул и о питье. В Царство Божие вводит праведность, то есть все добродетели, непорочная жизнь и мир с братом, а не вражда, и радость, происходящая от согласия, а не скорбь, происходящая от укоризны. Так как мир и радость бывают и в худых делах, то присовокупил во Святом Духе. Речь у меня говорит о мире и радости во Святом Духе. Великий Златоуст глубоко объяснил, для чего помянул Павел о правде. Для того, говорит он, чтобы доказать, что не воздерживающийся от свиного мяса, обижает брата относительно спасения, которое стяжал для него Христос смертью своею. Посему с противоположной стороны воздерживающийся для брата соблюдает правду, которая доставляет вечное царство. Вот это старообрядцам бы знать. И вообще, что Царствие Божие не двоеперстие и троеперстие на таком притыкаться, к примеру, и вообще такого типа вещах. Ну да, как те уцепились в эту нечистую пищу, так и старообрядцы в два перста и все. Вот у нас в нашей общине уникальное положение. То есть равноспасительная церковь определила у нас в одной общине и из этого никогда распри нету. И в потеряевке никто никого не укоряет за эти два или три перста. А вот интересно, что вот это как раз что описывает апостол Павел, вот этот конфликт можно сказать. Вот именно такое произошло вот никоновская реформа. То есть одни навязывали одно, то есть а другие не могли от этого отойти. То есть виноваты и те, и те в итоге. То есть любви, отсутствие любви. То есть одна причина. поэтому я считаю, что отсутствие любви это начало греха, которое привело к кровопролитию. если до того дошло, что они сжигали себя живьем, стараться, чтобы только не попасть в руки вот этих троеперстников никониан. Потому что они их мучили измельчат и они и как тут греха нет. То есть все начинается посмотрел на женщину с вожделением уже грех. То есть корень греха нужно смотреть. И корень это не любовь. Не любовь к брату. свинину есть не грех, но грех есть на соблазн. За него Христос умер. Он брат твой, а ты так его обижаешь. Нехорошо поступаешь. Грех это нехороший поступок. Если режет слово ухо грех, не считайте это грехом. Христос говорит, кто посмотрел на женщину, уже прелюбодействовал с ней сердце. И здесь уже обидел брата, не полюбил. кто скажет брату безумный подлежит гиене огненной. Как не грех-то? Поэтому здесь лучше перебдеть, чем недобреть. Ну не про грех здесь говорится, ты сам видишь. Соблюдать правду и так далее. Но грех слово не упоминается. Так что ты опять немножко перелопачиваешь. Всякая неправда есть грех. Тут не говорится неправда. Нет этого слова. Вот так. Толкователь нам толкует. Что мы не будем верить? Ибо царствие божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во святом духе. А там где распри ссоре, там уже неправедность. Там правды нет. А раз правды нет, и грех. К миру призвал нас Господь. К любви друг к другу. Короче, грех отличается от греха тем, что когда грех, ты должен идти каяться. А этот человек, он не будет каяться, если он будет есть свиной нас. Понимаешь? Потому что совесть у него вот такая, он совершенный, как тут говорится. Ну, если он настолько совершенный, и брата этим обижает, ну, может быть, Дух Святой коснется и пойдет каяться не в том, что он свинину ел, а в том, что он ел ее на соблазн. Чего же в этом не покаяться-то? Ну, я вижу, ты упорный. Ну, давай. Римлянам 14,18 Кто с ним служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Толкование. Здесь намекает, что совершенные укоряли немощных под тщеславию. Под тщеславие есть грех. В себя добавлю. Если хочешь, говорит, стать предметом удивления для людей, то возбужда их к удивлению тебе не столько совершенством, сколько миром и прочими добродетелями. Этим именно следует служить и благоугождать Богу, а не тем, что ты без разбора ешь свиное мясо. Девятнадцатый стих. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Толкование. А мире сказал к несовершенному, потому что этот не имел мира, а ко взаимному назиданию сказал к совершенному, чтобы он не колебал брата, соблазняя его. Впрочем, сказав ко взаимному, отнес слово свое об этом к тому и другому, тем же, что сначала упомянул о мире, а потом о созидании, показав, что без мира трудно назидать. Римлянам 14.20 Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Толкование. Делом Божиим называет спасение брата. Итак, не разрушай оного стяжанного для него Богом, и при том ради пищи, то есть нежеланием воздерживаться от свиного мяса, чтобы получить себе пользу. Сделав строгое запрещение совершенному, убоялся, чтобы немощный не утвердился в худых мыслях, поэтому опять обращается к догмату и говорит, что все чисто, но худо для того, кто ест с худой совестью и после того, как соблазнился. Ибо несовершенный, почитающий свиной мясо нечистым, если ест его по принуждению, больше терпит вред. Поэтому сначала ты должен вразумить его, что все чисто. Отметить хочется, что эти места толкуют сегодня часто православные, я встречал и в интернете в переписке о посте как раз-таки. То, что, допустим, кто постится и строго постится, соблазняет брата, не постящегося, который вот это. Я много раз уже так это читал. Буквально, ну не знаю, каждый православный практически это место приводит пример в ответ на пост. у меня мама тоже не грех вовнутрь, грех изнутри тоже такое есть. Не о посте здесь, братья, речь идет далеко не о посте. Поэтому кто извращает священное писание, ну что, еретик он, или как его назвать в таком случае, неправильно он поступает, превращают писание написано, ну или невежды. Скорее всего по невежеству они это делают, а может быть и сознательно, они их же в семинарии все равно учат. А чему их учат? Оправдывать любой грех. Они же проходят там священное писание, в всяком случае, есть у них предметы, поэтому и... 7 часов. Пожалуйста, вопросы. У меня вопрос про работу. То, где работает и как это сопоставить с нелангелем. Потому что я куда не сонусь везде беззаконие, воровство и прочие всякие вещи. Причем, если не напрямую ты взаимодействуешь, те, на кого ты работаешь, обязательно этим занимаются. но вы не участвуйте и все, больше ничего тут нету. не так ведут на работе, у меня в жизни никогда не было. А у меня трудовая была, она как резиновая. В одном месте 6 часов чистился, а печать-то поставил уже. Не участвуй, тем более тебе легко показать себя когда среди этого хламу. Какая работа опять же для настройки работы. Я просил Бога, чтобы работа была, голова не занята, я механически работал, все приспособился. Реконструкция города идет от основания города, это 3 километра, я не сажусь обратно, идут пешком. Пробил просек у себе как дорожки, брюки делаем, что не попадает туда варенький снег и пешком. Не слышали матер-пор, ничего. Отдельно поставили, чтобы я никому не говорила, отдельно. Проводили лэп, это линия электропередач, это здоровая стоят, которая на четыре ноги. Зимой увал, доклин, лом, запаса, все. Ну, закопаешь там один, никому не мешаешь, размышляешь, молишься, поешь. Поэтому у меня навыка нет на это, чтобы из-за работы не так себя ведут, и я ушел. Ну, материя даже в камер было. Один день прошел, уже все, матерки исчезли, они сами следят. Ну, и ты, поводы, и давай. нигде ни на счет стороне не стоит. Кто-то говорит о лишенном свободе. А если я свободен, те боги. На любую работу. Ну, куда пойти работать. Но везде какие-то беззакония, воровство и прочее. непонятно, как ты говоришь. Давайте. Прости, мильное чадо. Ой, ну, ну, скорее больше сподбора. Совсем. Микрофон не включи, иногда тихо. Да я ничего не отвечаю. Я Володе тут передаю, что дальше будет. Болеть будет. Еще вот два местописания я хотел сравнить, чтобы где-то середина золотая. Если кто от своих, особенно домашних, не течется, тот отрекся от виру и хуже неверного. 1 кто оставит домашних, братьев, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего, получит вас сто крат и наследует жизнь личную. что, в этом противоречие? Я противоречия не вижу, но, скажем так, если определяться в избрании пути, то мне как-то первый ближе, чем второй. То есть есть домашние, которых надо попечься, и ничего плохого в этом нету, почему этим не заняться? как-то ну, когда второе говорит, это препятствующее. А здесь не препятствуют, живут они не против, ничего, хотя и не верующие. Я должен помогать. Благодарю. Да, недавно у меня моя сентра спрашивает, братка зовет, а ты работал на корабле когда? Ты же деньги высылал каждый месяц дома отец мальчик. еще в этом не вижу, это настолько естественно. Каждый месяц сколько нужно там все отправляешь домашние для работе, а то на сиденье препятствуют, это уже больше не больше любить. заповеди креста нетяжкие, мое легкое. На этом настройся, на такую волну, что все легко, из чего это не означает. бывает, что-то там пользуешься, мешали писали, а они заранее тебя предупреждают, как бы тоже. Ничего, сотвори молитву, и Бог показывает в этом четкое указание, не знать, но он нуждается, но он не препятствует, он меня не достает, я ушел скоро, из дому, живу в другом вместе, снял квартиру, опомогать я буду. Даже под сомнением, что это есть, возмущи давать, нежели принимать. Все. себя запихал, все. Игнатий Тихонович, а Вы напомните, ведь есть же канон, который запрещает принимать монашество, если у человека дома малые дети, если родители престарелые, то есть ему нельзя всех бросать, вот о чем сейчас говорил мужчина, нельзя их бросать и оставлять, сказать, ради Христа я пошел подвязаться, а Вы здесь как хотите идти. Так, вопрос про щепость, ты все знаешь, я могу только сказать аминь, Гангерский собор, тут все сказано. тут роль играет, препятствуют они родственники или не препятствуют, если препятствуют, то не грех их оставить, а если не препятствуют, то грех оставить, вот и вся разница. да и про это там не сказано в каноне, препятствуют, не препятствуют, не оставляют, написано. Можно? еще есть другое, например, тебе Господь указал, как мне переехать, мне родственники сильно не препятствовали, то есть они говорили, что вроде как не доверяют, а так, чтобы препятствия какие-то стали, они мне не ставили, а Господь указал сюда переехать, все, я до сих пор, по сей день здесь покажу. Ну то родственникам это высылай потихонечку, но все равно, как когда тихонько с корабля. Эти вопросы, тут и вопросов-то никаких нет. Нужно, чтобы поить, кормить, да как они препятствуют? Слово сказали, это разве препятствия? Препятствовать им это нужно что-то, как-то власть иметь и ну, в храм нельзя ходить или просто, а просто сказали, не согласны, это никакой руль не играет, и обязательно заботиться, поить и кормить. Все. Опять же, скажу, в моей жизни не было такой ситуации ни разу, чтобы я бросил из-за того, что я не помогал, потому что не было. Куда настроишься, так Господь поможет тебе. Вот так, все. но по второй части, когда препятствуют примеры, тогда приведите из жизни, когда Господь говорит, кто, если соблазняет тебя, то лучше одному войти в Царствие Божие, нежели вдвоем быть ввеженом Геену Огнену, как это на практике применить по отношению к родственникам, которые, и как они могут препятствовать ей. Как, например, муж говорит, не пойдешь в церковь, иначе зарублю. Она шагнула, руби. ее больше этого никогда не препятствовал. Она показала, что она не боится Христос для нее дороже. И все, препятствия кончились. Я вот такой пример помню еще какие. Не знаю, что-то проведет. Но у меня все-таки с работой переживание. Потому что я хожу, я знаю, что воруют. Конкретно знаю прям. Мне говорят, сделай смету. Я ее сделаю. Потом ее умножают на два и отправляют куда-то. То есть я, моими руками беззаконие не делается. Но я же в лоске в одной с ними в компании работаю. Знаю. Их это не выдаю, что они там обманывают зарубежные компании. То есть я-то участник, получается, даже по мирскому суду меня можно привлекать за это. Ну, если ты так себя чувствуешь, совесть тебе подсказывает. Значит, надо уйти, поменять работу. Вот. А куда уйти? Вот куда не копнешь, везде такое. Работал в крупной компании, там, благотворительность то же самое. Благотворительность завязана на тариф. Тариф дали в регионе, значит, держите деньги. Не дали, значит, детишки без этого останутся. Ничего, обойдутся. То есть куда не судишься, везде какое-то беззаконие. и совесть везде обличает. Я не могу понять, где работа ты. Да, правильно, Сережа, Евтушенко. Либо свое дело открывай, либо работа. в совхозе, в деревне и работать на поле. Надо молиться и уходить. Надо молиться, чтобы лоб сейчас был. Просто решать этот вопрос. Нельзя участвовать в делах финны, написано. Ну, и обличайте, даже написано. Обличать страшно, выгонят сразу с работы, без куска хлеба останешься. поэтому понятно тут. А Бог? Бог-то не оставит? Он же наоборот. Да, да, вот это и есть неверие, что меня выгонят, я с голоду помру. Это есть неверие. Давай, Сергей, распускай пастрю. Если до такого дошло уже у тебя, то ты тогда переговори с начальствующим составом и все. Если ты им нужен, пускай тебе что-то подыщут там, где нет участия. А может, ты так много знаешь всего? Может, это у тебя какие-то гордбунки? Да, не, я говорил с ними уже по два часа. Пытались мне объяснить, что они не воры. Еще больше увязали в том, что они воры. И мы ни на чем разошлись. Просто я теперь пробу дорогу, а они остаются ворами. То есть, висят. Ну, видно, тут дело ясное, что дело темное. Как говорится, без пол-литвы не разберешься, все понятно. Ну, у тебя же, брат Игорь, тоже такие же на работе. Ты с документами занимаешься и в совести обличаешь, что без этого никак, однако, ты работаешь. Ну, я там многого не додумываю просто и все. Я в этих делах каких-то не участвую. Я ничего не знаю. Вообще ничего. Я туда не лезу. Я делаю свои документы и все. Мне вот дали, показали, сколько у меня золота по бумагам, я передал государству. Я на них делаю отчет. Другое дело, что в этом отчете я гарематю просто несу. Вот и все. А то, что там, ну, как гарематю? Гарематю, которую никто не поймет, потому что я профессионал в этом. Я это там так закрываю, чтобы все было красиво. Это коммунисты нам оставили эту систему, и я в ней до сих пор работаю. Все. А что я? Куда по-другому? Как деться? Иначе вообще предприятие закроют. Поклончик коммунистам. Ладно, чтобы никто не соблазнялся, скажу. Допустим, мы переработали 300 тысяч кубов породы. А мне надо по отчету написать, что 350 кубов породы. Кому какая разница, сколько мы переработали? Скажите мне. Золото-то мы сдали, вот они документы, мы показали, отвезли на финажный завод. Золото. Государству мы показали, вот оно золото. За него заплатили налоги. Дальше что еще с нас брать? Так за каждую там кубометр они тебе будут, как говорится, сандалить. Будут там наказывать штрафы и так далее. И приходится писать столько, сколько им надо. Ну иди разбирайся теперь, с кем разбираться-то? Да, и деньги-то не государству, а самого предпринимателя, который работает там. Частника. Сереж, ну че, давай, молись. Поистину достойно прославлять тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную, и Матерь Бога нашего. Ты достойна большей почести, чем Херувимы, и по славе своей несравненно выше Серафимов. Ты без нарушения чистоты родила Бога Слово, и как истинную Богородицу мы тебя величаем. Я не вижу, кто тут, кто тут есть. Вот, нажмите. Вот Андрей недоступ, здесь или нет, пусть помолится. Господи, благодарим Тебя за эти занятия, за это мирное время, в которое мы имеем возможность собраться, пребывать в учении по Слову Твоему. Даруй нам пребывать в заповедях Твоих, святых. Льви к Тебе и ближним. Господи, благослови всех участников этой группы, и найди новые души. Распусти нас с миром, и все сегодняшнее услышат, даруй нам применить к себе. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух, в веке и вечной. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. С Богом. Аминь. Спаси Христос. Будут у нас занятия-то? Будут, да. Давайте, оставайтесь. Кто хочет рассказать. Спасибо. Второй Тимофея, 4-3 сегодня. Девушка, не помнишь, что там? Точно. Ему будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Правильно. Тоже четвёртый стиль, да? Ещё кто выучил? Давайте. Второй Тимофеев, 4-3. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по прихоти своей будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. по прихотям, по прихотям, по прихотям, по прихотям, по прихотям. По своим прихотям, если быть точным. Аминь. 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 По своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Аминь. 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 2-й Тимофеев, 4-3. Ибо будет время, когда истинное учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать учителей, которые бы льстили слуху. Здравого учения Вы сказали Второе Тимофея 4.3 Ибо будет время Когда здравого учения Принимать не будут Но по своим прилихотям Будут избирать себе учителей Которые в стиле гуслуха Маленькое замечание Да Второе Тимофея Вы сказали А надо бы сказать Второе Тимофею Потому что это не Тимофей писал А ему Анатолий Меньшиков Второе Тимофея 4.3 Ибо будет время Когда здравого учения Принимать не будут Но по своим прихотям Будут избирать себе учителей Которые льстили бы слуху Кремленам Кремленам 12.19 Не мстите за себя возлюбленные Как будто бы А она читывает Через что? Телефон Но там тоже в разных Получается Ситуациях и помещениях Поэтому где-то с эхом Где-то с шумом Там с шорохами По-разному Но я обработку делаю Этот Шумоподавление Ну да Но там не переброси Главное Иначе он может И со слов Немножко Срезать Ну я Да Я слушаю Как бы Там иногда бывает Что Одна и та же запись Вот она в одном месте Хорошо слышится А потом раз дальше И там действительно Как ты говоришь Уже срезаться Пошло А текст у тебя На компьютере Да А записываешь на телефон А потом соединяешь Что ли получается У тебя или как Да-да У меня потому что На компьютере Получается что Слишком тихо Слишком Ну как бы Чище на телефон Записывается звук А удобнее Видео на компьютере Записать Ну вот тебе еще Сводить надо Да Ну хотя там Что сводить-то Закинул просто Нет Там можно Там можно Не попасть Маленько На секунду Не попадешь Уже Хотя там же Там же не говорящая Голова Там просто текст Там секунда туда Секунда туда Не особо Не играет роли Ну да В одно время Если начинаешь Мне голоса братьевцы Тоже нравится Вот И сестры читают Ткачев По-моему Вячеслав Что ли Как будто Радиоведущий Да А ты Как будто Гугл Этот Гугл Переводь Да Ну все рассказали Да Сегодня больше Никто не будет Я попробую Второе Да я честно говоря Все это не учил Прошу молитв братья Завтра Собираюсь В Барнаул На исповедь О Хорошо Приезжай Рады будем Благослови Бог Я тоже прошу Молитв И буду Причащаться Даст Бог В воскресенье Сейчас Пост Двухдневный Объявил полный Я вот Сегодня мысль Хорошая Пришла Насчет Чатрулетки Что Про Самарянку У колодца Это я посмотрел Что нужно Не Навязывать Учения Свои Знания Кому-то А просить Как вот Господь говорит Дай мне воды И мы должны В чатрулетки О чем-то Просить людей А не могли бы Вы нам Объяснить Для чего Я живу Например Или как-то Ну Понятно Что мы там Как бы Нам Не стоит Ничего сложного Завязать разговор Мир вам Мы православные Христиане Туда-то Сюда-то Прокористом Христе Ну Кто-то Раз и Переключился Может быть Действительно Нужно Начать Разговор Немножко С другого Попросить Помощи Вот Обычно На это Отзываются Охотно Люди А потом Уже Плавно Уже Человек Начинает Сам просить Как вот Самарянка У Христа Сначала Христос У него Просил Воды А потом Мне Это Понравилось Хоть он И баптист Там Бритые В галстуке Но Все равно У них Много Чего хорошего Нужно Взять Они Молодцы Проповедуют Слово Божье Пусть и Возвращенно В виде Но Они Ревностные В этом Плане Не то Что Православные Что У нас Там Хорошая Заметка Сегодня Только Применил Сегодня Только Человек Идет Не идет Точнее В чат-таблетку Я зашел И тоже Сидит А вы Кто Я говорю Православные Ну Говорю Определите Кто я Можете Определить Вопросами А православные Или нет И все Он Мне Вопросы И Все Хороший Разговор Получился И Потом За свидетельство Пригласил То есть Они Там Края Свои Знания Сразу Мозги Включают Чтобы Как-то Проверить И В итоге Ему Самим Интересно А потом Да Главное За Собеседника Заинтересовать У Христа Получалось Но он Сердцевец Апостолов Рыбаков Он На рыбе Поймал Показал Что-то На рыбе Тут же Ты не знаешь Что перед Тобой Но Людям Как правило Нравится Помогать Друг Другу Когда Он Тебе Начнет Как бы Мозгами Своими Оказывать Помощь И ты ему В ответ Поблагодаришь Уже За это Расположение Между вами Возникает Как правило А когда У меня был Просто один Я сейчас Вспоминаю Анализирую Когда Он Меня Начинает Учить Я В ответ Начинаю Учить И у нас Такой Получается Конфронтация А нас К миру Презвал Господь Поэтому Лучше На любви Как бы Строить Чем На Вот А у тебя Слишком Серьезное Такое Вот Елена Тебе Голодощук Замечание Делала И я Пересматриваю Твои ролики Ты очень Как бы Серьезный Сосредоточенный Как бы С одной стороны Хорошо Что это Серьезное Отношение К делу Но Это Людей Может Как бы Ну Не Расположить К тебе И от Этого Пойдет Разговор Не в том Русле То есть Вот Это Уже Этот Уже Все Обстановку Все узнал И уже Все Начинаю Плавать Как рыба И уже Ослабляться Начинаю Ну Дай бог Дай бог Вот Особенно Нужно С опытом Надо Делать 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 И потом Ты узнаешь Все варианты И все Тебе уже Это напрягает Да 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 И аминь Чем Чтобы Что-то Делать Нужно Делать Хорошо Что Нас Критикуют Подсказывают Где-то С юмором Может Надо Действительно С человеком То Что Его Нужно Расположить К разговору Это Я С этим Сектантом Согласен В этом Плане Потому Что Не всем Нравится Нравоучение Которое Сразу И в лоб Это У Игоря Дебунова Чуть Чуть Что Еще Ничего Че Ты Бритый А ты Че В штанах Пришла То Есть У него Такое Высокомерное Осуждающее Поведение Которое Может Быть Чуть Позже Оно Еще Будет Уместно А сразу В лоб Отвергать Ну Зачем Господь Так Не поступал Он Говорит Дай Мне Пить Че Господи Ну Зачем Ты У меня Просишь Сам Не Можешь Пощерпнуть Что И Она Сразу Раз И Все Разговор Завязался Ну Тут Таких Мало Очень Как Игорь Поэтому Их Надо Ценить Потому Что Их Очень Мало Потому Что Это Легче Всего Не Сказать Сразу Это Прям Автоматически Идет А Для Меня Естественно Это Умолчать Сказать Не Сразу Очень Легко Для Меня Естественно Постепенно Но Что Не Всегда Это Тоже Да И Сразу В лоб Тоже Иной Раз Нужно Дать Человеку На место Поставить Или Что Там Я Даже Грешным Делом Подумал Что Этот Сектант Который Так Говорит Что А У Нех Все На Хитрости Построено То Как Обмануть Мы Должны Быть Мудры Как Змеи То Змея Это Тоже Животное Ассоциируется С дьяволом А Мудрость Это У Нужна Православная Мудрость Еще Будет Человека Не Оттолкнуть Расположить Вначале А Потом Ты Обличить Сможешь Все Чтобы Разговор Завязался В Доброжелательном Русле Чтобы Он Увидел В Тебе Чтобы Тот Человек Понял Что Он Нужен Вот Он Чем В Четрулетку Присел То Бог Знает Чего Он Делает В Четрулетке Просто Этот Ты Его Не Увидишь Он Сейчас Уйдет И Тебе Надо Впихнуть Максимальное Количество За Раз И Этот А Когда Ты Знаешь Что Будешь Общаться Постоянно Да Ну Вот Вчера Допустим Пример Вчера В аэропорту Я Патрулирую Там Хожу Смотрю Там Сидит Кто Кует На Этом На Где Нельзя И Смотрю Полицейский К нему Подходит Там Линейный Отдел Полиции Как Всегда Приставился Там Что Все Ну Еще Штраф Ну Я Как Свидетель Был Я Решил Подойти И Сказать Ну Все Я Свидетель Был Нормально Записывай Меня Я Для Мужик Он Говорит Не Я Уже 50 Лет Не Бросить Невозможно Говорит Я Говорю Девущий Грех Есть Раб Греха Ну Если Сын Освободит Свободно Говорит И Что Он Так Смотрит Ну Не Ожидал Что Так Ему Вообще Кто Скажет Просто Тимон Из Работников Аэропорта Там Никто Так Не Ожидает Это Говор В шок Волю Ну И Разговор Затянулся Я Ему Евангелие Дал Настаивал Его То Что Он Пойдет Приедет Домой Пойдет В храм Будет К батюшке Исповедоваться Он Говорит Все Я Это Сделаю Ну То 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 Был Разговор Хороший Он Воспримен Вот Я Бо Ему Не Сказал Так В лоб Ничего бы Не Было Может Быть Да Казалось Был Времени Мало Да Казалось Быть Этими Словами Ты Обидишь Его Вот Ты По Любви Видимо Это Сказал То 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 Желал Ему Освобождения Вот Погибающий Который Закоснил В этом Грехе Он Как Б Он Так Говорит Что А Я Не Брошу Никогда Он Втанет Ну Для Себя И Для Хочет Бросить И Тут Ему Такой Стих Библейский Он Как Молот Потому Что Любовь В этом Библейском Стихе У Меня Тоже Был Случай Две Девочки Стоят Курят Давно Еще Был Случай Я Прошел Жмел Потом Вернулся И Говорю Тоже Место Священного Писания Разве Вы Не Знаете Что Вы Храм Божий И Дух Божий Живет Вас И Кто Разорит Сей Храм Того Покарает Бог Смотрите У меня Шрам На Шее Я Курил И У меня Бог Покарал У меня Была Смертная Болезнь Рака Я Чуть Не Умер А Отец У меня Умер Он Тоже Курил Он Не Покаялся Я Покаялся И Живой До Сих Пор Смотрю Одна Девчонка Такая Испугалась И Сигарету Тут же Бросила А Вторая Затянулась И В лицо Мне Дымом Дунуло Вот И У меня Сразу Ассоциация Два Разбойника На Христе Один Кается А Другой Хулит Бога Вот Такой Случай Со Мною Был Интересно Ну Вот Этой Соли Вот Я Тоже Говорил Когда Говоришь Слово Божие Это У Тебя Надежда Нисколько У Тебя Надежда Слово Божие Что Оно Влияет И Оно Действительно Влияет И Вот Тело Храм Божий Правильно Ты Сказал Неоднократно Куричиков Это Действует У У нас Допустим В работе Я Все Кто курит Я им Уши Прожужжал Они Уже Ходят Потому Что Если Проходили Я им Всегда Говорил Бросайте Сейчас Курить Тело Храм Божий И Уже Многие Отходят Ну Некоторые Ну По крайней мере Задумываются Задумываются И Может Когда Ни У него Это Вплывет Хотя При Мне Один Только Человек Бросил Курить Вот Из Аэропорта Одному Один Бросил Курить Он Сказал Когда Ты Мне Сказал Бросить Я Бросил Больше Не Курил Ну Вот Был Опользом Да И У меня Один Раз Мы Благоведствовали Я Уже Забыл Этот Момент Сестра Мне Напоминала Что Я Тоже Я Не Помню Даже Какое Место Священного Описания Говорила Может И Никакого Но Юноша Студент При Мне Пачку Целую Прямо Скамкала И Ворном Бросил Обычно Это Бычок А пачка В кармане Ну Я При Тебе Испугался А Тут Он Не Знает Потом Подобрал Или Не Подобрал Но Во всяком Случай Тоже Такой Случай Брат У меня Двоюродный Отдал Ему Книгу К Истинному Православию О Табакокурении Прочитал Бросил Но Правда Потом Месяца Через Два Три Подобрал Нужно Душу Питать Словом Божиим Иначе Она Зачахнет И Опять Поползновение Греху Будет Подпитки Нет Как У Нас Мы Блаженны Просто Каждый Раз У У нас И Благодарить За Это Тихое Мирное Время Что Интернет Есть Что Возможность Общаться Что Единомышленники Такие Есть Что Можем Свидетельствовать Благодаря Этому Интернету Вообще Кто Был Подумать Что Вот Раньше Будет Да Буквально Лет Десять На 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 Место Священного Писания Что И Проповедана Будет Евангелие Всей Твари И Тогда Придет Конец Да Как Тебе Этому Аборигену Который Ты Где-то На Необитаемом Остре Как Кто Тебе Доберется Ты В Тайге Где-то Живешь В Общей Дебри Сказано Всей Твари Нужно Этому Верить И Так Шагнуло Это У Каждого Аборигена На Пальме Сидит У него Уже Наверное Смартфон Есть Достав Интернет То есть Возможность Взять Информацию О Православной Вере Будет У каждого Благодаря Интернету Я так Считаю Ну и Да Мы Сейчас Набираемся А Как Что Будет Потом Сейчас Набор Идет Что Возможно Потом Все Это И Нам И Понадобится Когда Все Это Будет Прикрыто Уже Все Закрывается Да И Нам Нужно Обучать Друг Друг Через Интернет Очень Много Все Говорят А Интернет Помойка Но Сегодня Проходили Для чистого Все Чисто То есть Мы Чистые Для Нас Интернет Это Лучик Света Мы Нашли Этот Лучик Света Солнце Правды А Для Нечистого Все Нечисто Он Сам Нечистый Он Будет По Парносайтам По Этим Шариться Говорить При Этого Интернет Куда Бо Не Устроился Везде Воруют А Я Правда Рук Такой Как Так Задание Уже На Следующее Занятие Получили Нет Что Сейчас Напишу Сейчас Я Выложу Мы На Пашем Занятии Уже Решили Какой Следующий Тик Нет Нет Два Череме Что Там Глава С тех Не Помнишь Или О чем Сейчас Я Сброшу Вот Это Поддерживающий Нас Стих И Человека Любого Потому что Мы Так Вот этого Мальчика Не Знаете Не Просил Игнатия Тихоновича Чат Хочет С ним Пообщаться Спасибо Христос Мне Пишет Что А я В чат Рулетки Там У него Гребень Был Похож По-моему Не Он Там Один Синим Гребнем Был Сначала Думал Может Вряд ли Так Ну что До До Среды Теперь Ой До воскресенья Тогда Получается Расстаемся Да Да До воскресенья Ну все С воскресенья Начинаем По Сектантским Местам По Писанию Тей Ну То есть Конкретно Возьмем Тему Церковь Пример И вот Церковь То что ее Основал Христос И пошли Стихи По этому Поводу Потом Возьмем Священство И по Священству Прям По Работе С сектантами Там Пачки Ну Не будем Учить По одному Но Со временем Оно и Пачка Будет Потому Что И так На самом деле Это Самая норма Вот Три стиха В неделю Это прям Самое Когда Больше Не идет Никак Нельзя Ну то есть Можно у кого Там есть Способности Какие Специальные А так Вот Для обычного Человека Три стиха В неделю Как раз Да нет Нормально Братья Вот Насчет Интернета Заговорили Мне Показалось Что-то Игнатий Тихонович Говорил Насчет Не то Интернета Не то Ютюба Что что-то Там Произойдет В такую То дату Было Такое Или У меня Так сложилось Впечатление А Чем Я считаю Непонятно Вот Я тоже Не совсем Понял Но Показалось Что Как будто Могут Что-то Отключить Там Либо Что-то Запретить В таком духе Я все понял Нет Нет Все Нормально А А что Вывод Ну Что-то Там Что Типа Ютюб Закроет Не 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 Ютюб Закроет А Как-то Говорится Закон Который Учет Ведет Тех Кто Зарабатывает На Ютюбе И Там Что-то Надо Вот Так В этом Да Да Ну Там Не касается Там Заработка Нет Тут У нас Ну Так То Эти Обсуждения Они Все равно Идут Насчет Автономности Интернета Российского Потому Что Ютюб Это Все-таки Западная Гугловская Площадка Ну Вот Это Как раз Будет Как раз Когда Разруха Пойдет Разделение И Приближение Войны Мне Кажется Это Именно Тогда И Будет Ну Сейчас У них Есть Власть Запрещать Сайты Экстремистские Там Игиловские Они У нас Запрещенные Сайты Я изучал Сайты Догхантеров Я Просто С собаками Занимался Это Охотники На собак Истребляющие Братья Собак Их не Найдешь Сейчас В России То есть Зоозащитники Протолкнулись Со своей Как бы Это И Также В интернете Будет Информационная Война Сейчас Пока Свобода Нам Нужно Этой Свободой Воспользоваться А потом Будет И Есть же Место Священного Писания Будут ходить От моря До моря Искать Слово Божие И не найдут Вот То есть От моря До моря И Не пешком От моря До моря Будут ходить Это Образно Я думаю Что в интернете Может быть Все почистят Что Хотя Не верится Сегодня Но И коли Коли Другие Сайты Там Закрывают Легко У меня Например На ютубе Канал Мой Закрыли Вот Есть Подозрение Что за Защитники Вот Они На запашных Там Тоже В суд Подавали Чтобы Они Хотели Чтобы Цирки Закрыли Но Запашные Это Тоже Непростые Ребята Высудили У них Приличную Сумму У этих Защитников Тоже Вот Война Меня Везде Кто Вот эти Защитные Из организации Тоже Везде Заблокировали Я к ним Доступ Не умею Вот За что Непонятно За что За мое Отношение К бродячим Собакам То есть У них Кто Не защищает Бродячих Собак Тот Автоматический Живодер Для меня Лучше быть Например Живодером Чем Казнократом Они Деньги Воруют На программу Отлов Стерилизации Вакцина Возврат И Называют Ее Гуманно Я говорю Как Вы Возвращая Собак В морозы На улицу Называете Себя Гуманным Обществом При этом Эти собаки Людоеды Они Людей Поедают Где Гуманность К той Матери Матери Ребенка Которого Съели Бродячие Собаки Почему Вы Ей Не Обеспечите Даже Она Покусала Ваша Собака Бродячая Ребенка Вы Даже Лечение Не Не Хотите Облатить Какое Лицемерие Говорю Ну и Все Я В черных Списках Хотя Абортницы Обычно Так У них Вот Они Больше Животных Любят Безумных Защищать Да Да Абортницы Да Разведенки Абортницы Жизнь не Сложилась Они Ради Они Ну там Там Глубже Идет Они Человеконенавистники То есть Они Защищают Животных От Кого От Человека То есть Они Людей Совершенно Они Они Не Видят Разницы Между Человеком И Животном Совершенно Не Видят И У них Герои Это Те Которые Убивают Людей Ради Собак Это Их Герои Анти Догхантеры Люди Они Собрались Что Делать Государство Не Истребляет Животных Животные Поедают Поедом Детей Наших Что Делать Надо Собак Травить Изобрали Способ Дешевый Эффективный И Этот Способ Распространяют Этот Способ На форуме Угнать Тихонча Есть Как За 50 Рублей Сделать Так Чтоб Собаку Не Было А Государство Выделяет На отлов Этой Собаке 1600 У нас В Барнауле По Москве Там 2-3 тысячи Стоит Это 50 Рублей 10 Таблеток Взял Противотуберкулезных Ливер Кудал К собаке Она Уснула Через 2 Часа Все Дайте Людям Эту Информацию Нет Информация Везде Заблокирована Сайты Везде Догхантеров Заблокированы Все И Стерилизация 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 Они эти деньги Собирают С людей Простодушных На На операцию Собачки Собачек Они не оперируют Деньги Ложат в карман На собачку Выбрасывают На улочку В одном районе Поймали В другом Выбросили При этом Гуманисты И в школу Еще идут И у детей Клянчут Я им говорю Нехорошо Взять хлеб У детей И бросить Псам А мы не берем Ни у кого Мы у детей Не отбираем Они сами Нам дают В мошеннике Говорю Что делаете Все на государственном уровне Вот такая вот ситуация Да Ну ладно Спасибо Христос С Богом Исключение С Богом Это Бог Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому